слово хохлы вроде бы не очень прилично произносить хотя google сам себя так называл мы google вернемся позже концы выпуска ну я не буду тогда чтобы никого не оскорблять говорить хохлы я буду теперь говорить хозлы вот хозлы это злые хохлы это те твари из-за которых севастополе у нас день траура теперь дети погибли приехали зам мэра магадана с девятилетней дочерью приехал на море к югу магадан наверное хочется солнышку тогда иногда приехал с девятилетней дочерью и уедет без девятилетней дочери она погибла посмотрите как это было вот ранили люди пострадали вот и складываются вот первая реакция этого отца из магадана на то что произошло я буду мстить за каждого убитого ребенка который пострадал на этом пляже заказывал раненого а теперь для тех кто до сих пор не понимает почему все это началось почему началось и своего я напомню что как раз сейчас этим летом 10 лет трагедии на другом пляже на пляже зугрес донецке десять лет назад вот так же люди пришли просто купаться и когда что-то полетела они думали что салюта они представить себе не могли что кто-то их обстреливает с чего тем более они представить себе не могли что их обстреливает своя собственная на тот момент страна целая семья погибла протасовых муж жена и пятилетний сын много людей кто и нам рассказывал об этом как это было можете посмотреть некоторые воспоминания невозможно было поверить что это может быть ну невозможно я советский человек я выросла при советском союзе невозможно поэтому ребенок вечер жарко мам пойдем купаться пойдем и мы не одни такие были здесь были люди дети свекровь моя здесь же была когда был очень резкий звук мы не поняли переглянулись между собой а потом маленькие белые облачка стали в небе и тишина непонятно ничего не происходит какое-то время а потом стала кипеть вода вокруг вот такое ощущение что кипит вода мы стали выплывать вот к этому кусочку бежали вот так вокруг и ты бежишь босой и думаешь каким ты увидишь своего ребенка слава богу увидела уже была машина кто-то был в этой машине она сидит на ней вроде бы и кровь а в то же время она смотрит ей не было десяти лет я помню ты целая целая ты идти можешь я ее вытащила из этой машины я вижу что у нее просто какая-то вспухшая грудка такая получается осколок прошел на вылет ну сначала нам показалось как бы это как какой-то шуткой непонятно что то есть какие-то салюты потом просто было много много пыли это то что я видел почему потому что в данный момент у меня ребенок находился на улице с собакой и мне пришлось бежать между дворами и просто везде падали листья ветки много пыли и непонятно чего было грохот шум то есть такое состояние не понимая что происходит страшно я вам честно скажу это было страшно то есть как бы ничего не предвещало то есть обычный был день за что почему ответов до сих пор не ну и как они могли эти люди оставаться одной страной с той страной которая их обстреливает сама себя представляете своих собственных как она считала и заявляла и считает заявляет до сих пор как киев заявляет зеленский заявляет и хозлы все орут что-то их же люди их территории они будут своих людей и свою территорию так они и крым и севастополь считают до сих пор свои зайчики и обстреливают накаляется это все накаляется так что уже уже дотрагиваться совсем небезопасно мне кажется что этим летом будет вовсе жарко и мне кажется что развязка недалека объясню почему то что они сейчас творят с этими обстрелами ну понятно что обстрел пляжа с детьми с инвалидами это еще пляж такой еще не удобный для инвалидов там много поэтому было инвалидов это же не несет никакого военного смысла да что они делают они пытаются вычислить наше пво чтобы потом уничтожить эти самые пво и тем самым расчистить себе пространство для маневра когда наконец-то им поставят и в 16 и в 16 им поставят скоро я говорила самого начала что это обязательно будет сейчас уже очевидно что это будет вот-вот и может быть там даже не будет их пилотов потому что по некоторым сведениям их пилотов оказалось обучить невозможно по крайней мере за такой срок а может быть вообще пилоты там будут в значительном количестве из тех самых стран которыми с которыми мы воюем и которые воюют с нами руками украины а самое главное что взлетать эти будут самолеты с их аэродромов уже сейчас называются аэродромы от польши до молдовы на секундочку откуда должны будут взлетать эти самолеты чтобы бомбить наши с вами очередные пляжи ну и что мы будем в такой ситуации делать что мы будем делать что-то мне подсказывает что мы будем бомбить аэродромы что у нас не остается другого выхода а это будут аэродромы в том числе стран НАТО и что дальше к чему нас это приближает к тому о чем я толдычу как-то безумоку безумная кассандра помните как у высоцкого как-то кассандра в общем что мы дойдем до ядерного ультиматума я не думаю что мы дойдем до ядерной войны по той простой причине что я не думаю что апокалипсис описанной в библии последняя глава библии так близко все-таки много еще чего должно произойти до апокалипса ядерная война это неминуемый апокалипсис прямо сейчас он конечно когда-то случится это для верующего человека для любого верующего любого очевидно но не сейчас а сейчас мы дойдем дали ультиматума они взлетят полетят к нам с этих аэродромов и мы объявим что все мы теперь бомбим те самые страны откуда это летит к нам кто-то должен будет дать заднюю я просто не вижу как это может закончиться иначе никак не вижу вот эти надежды на то что там сменится власть и они передумают власть кое-где сменится в европе ну что от того что она сменится ничего толком не изменится уж простите за каламбур а в америке власть не меняется в америке власть не меняется никогда меняются фотокарточки президентов на передовицах газет меняются их вот говорящие личики ручки-ножки в телесюжетах меняется надпись на овальном кабинете белого дома суть то не меняется вообще давным-давно президенты сша не управляют сша хорошего хрущева воспоминаниях он рассказывает как он был потрясен тем что он о чем-то договариваться зенхауэром все уже договорились все решено а потом госсекретарь ему бумажечку подсовывает и зенхауэр такой ой нет что-то я передумал теперь все по-другому он изумляется в воспоминаниях наивный наш такой шахтерский дядька хрущев который действительно был во многом наивен что не отменяет того что именно при хрущеве мы например запустили спутник о чем американская пресса писала что это трагедия сравнимая с пёрл-харбором это был день национального позора в сша при нем мы первыми полетели в космос и много еще чего но тем не менее дядька он был своеобразный он просто поражался как это так получается решает не президент конечно решать не президент еще когда я зачитывал декларацию эйзенхауэр обратился к госсекретарю гертеру за советом я думаю можно извиниться сказал президент но гертер ответил нет и скорчил такую гримасу которая не вызывала сомнений в его позиции так эйзенхауэр и не дал заверений что разведывательные полеты больше не будут повторяться таким образом он опять показал что он находится под сильным влиянием госсекретаря во время совещания в женеве он добросовестно зачитывал записки далиса которые тот ему подкладывал теперь диктовал гертер а эйзенхауэр опять согласился и трамп придет ничего не решит это кто угодно какая фотокаршка не будет повешено на эти кабинеты ничего не изменится изменится только тогда когда они поймут что через 15 секунд вот такая вот бомба только не от так вот никак не могу научиться его произносить атокамс которая лишила жизни детей на севастопольском пляже и взрослых и больше сотни раненых не такая бомба совсем другая бомба полетит на их пляже на их кейпкот в их майами вы калифорнию вот тогда все это становится а до этого нет будет только нарастать и мы должны быть к этому готовы все мы мы продолжаем жить своей жизнью строить планы сейчас сезон отпусков начинается но мы должны понимать что обычной привычной наша жизнь уже не будет это большая серьезная долгая война война на выживание и на самом деле чем быстрее будет этот ультиматум который мне представляется неизбежным тем скорее она закончится бояться его не надо бояться того что она не закончится это действительно страшно но так тоже не бывает мы тоже люди спокойные выдержанные руководство страны у нас спокойно и выдержанное и слава богу но все приближается с каждым таким пляжем с каждой такой изуверской выходкой и с каждым поставленным самолетом f16 время точка невозврата и время ультиматума приближается вот увидите библиотека студия 102 b на алтуфьевском шоссе площадка для творческого развития детей и взрослых площадь пространства более 600 квадратных метров книжный фонд превышает одиннадцать тысяч экземпляров в современном читальном зале имеются издания по актерскому и театральному мастерству и лучшие произведения писателей альтернативной культуры книги можно читать в зале или взять домой совершенно бесплатно библиотекари помогут подобрать нужные издания библиотека не только про чтение здесь проводятся бесплатные лекции выставки мастер-классы для детей и взрослых и курсы иностранных языков в этой библиотеке можно работать читать отдыхать а также по предварительной договоренности провести фотосессию приходите адрес библиотеки алтуфьевское шоссе дом 102 b ну и возвращаемся гоголю один из тех вопросов которые я сдаю в своем телеграм-канале маргарита симоньян литература и история кто еще не подписан подписывайтесь там очень много таких вопросов поверьте они интересны первому кто правильно ответит на этот я как обычно отправлю сборник своих рассказов водоворот с автографом вопрос такой своем письме гоголь писал обе природы слишком щедро дарены богом и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то что ничего нет в другой явный знак что они должны пополнить одна другую для этого самые истории их прошедшего быта даны им не похожие одна на другую дабы порознь воспитались различные силы их характеров чтобы потом слившись воедино составить собой нечто совершеннейшее человечестве а каких двух природах которые заключены в нем самому говорил наш великий писатель гоголь детский технопарк кулибин про на в днх здесь загораются не только лампочки но и глаза начинающих робототехников площадь научно-развлекательного пространства превышает две тысячи квадратных метров преподаватели инженерного факультета смогут научить детей конструировать моделировать печатать на 3d принтере запускать ракеты ловить сигналы космических спутников составе детского технопарка кулибин про функционирует четыре лаборатории софт кибернетика мастерские мехатроника это уникальный проект для юных инженеров возрастом от пяти до семнадцати лет робостанция создана международной командой увлеченные роботами и инженерными науками это пространство для общения получения нового опыта полезных знаний и ярких впечатлений для всей семьи приходите посмотреть на шоу танцев роботов детский технопарк расположен на территории в днх в павильоне номер два культурный центр меридиан уникальное городское пространство которое сегодня обретает новый функционал на сегодняшний день здесь работают около восьми десяти кружков и студий которые посещают более трех тысяч детей и взрослых деятельность кружков разделена на шесть направлений танец театр музыка и вокал физическое развитие интеллектуальное развитие и творчество на профессиональном корте ежедневно проходит занятия теннисом и бадминтоном в хореографических залах дети и взрослые изучают классические и современные танцы а самые маленькие посетители ходят на развивающие занятия помимо этого в культурном центре работают театральные и вокальные студии кружки по игре на гитаре и фортепиано здесь проходят концерты в большом зале на 1148 мест здесь есть все возможности для того чтобы реализовать себя узнать новое и отлично провести время всей семьей учебной работе попробую и отлично